Пожалуйста, присаживайтесь. Он имел категорию земли лесного фонда. У нас была комиссия лесная, где было принято решение исключить из земли лесного фонда, включая границы населенного фонда. Распоряжением губернатора это было утверждено. Поэтому в генеральном плане уже были включены границы. И в зону Ж2. Но им нужно на сегодняшний момент менять через Министерство имущественных отношений категорию земли и потом вид разрешенного. Вид у них под гидротехническое сооружение. Низкая транспортная доступность сел Ромашково и Немчиновка – еще одна важная тема, требующая детальной проработки. Структуры будут изыскивать возможность строительства выезда на МКАД и изъятия улицы Горбунова в собственность округа. Давайте запустим, объявим бесхозом и напишем в Москву соответствующий департамент. Пройдем этот путь просто и поймем, какая будет реакция. Дадут, не дадут съезд официально, если может быть дополнительные тех условий какие-то появятся. Ну и если никто за этот год не придет в суд, то мы просто на себя поставим на баланс. Николай Васильевич Ушаков, житель лесного городка, обратился к руководителю муниципалитета с просьбой создать межведомственную комиссию по устранению строительных недостатков в квартире. По мнению жителя, дом номер 12 по улице Фасадная сдан с грубыми нарушениями. Управляющая компания, управление ЖКХ, все конкретно в вашу квартиру придут еще раз проверить по всем 15 пунктам и недостаткам, которые вы говорите. Составим акт. Да, составим акт. Вот тут у вас, я уже смотрю, проверяли вентиляционные каналы, там несколько уже было проверок, да? Ну, сделаем, да, сделаем свежий акт по всем, да, по всем недостаткам. Снос самовольного строения в деревне Трубачеевка, строительство подъездной дороги к участкам для многодетных семей в деревне Якшино, подключение к сетям холодного водоснабжения и водоотведения в Юдино, все вопросы на личном контроле главы муниципалитета. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.